...не было неуклюжие сага о неоднородности структуре пьедосланской пьедосаки. Добрый день, дорогие коллеги. Я каким-то образом продолжу эту тему со своим накладом. Я хочу рассказать, что у него неодножность структуры некоторых пьедосанских контактных сагов. Я начну проще. Значит, известно, что Александр периодически находится в даяющейся структуре. Это частая вещь, которая встречается в целях много, в целях ведениях тоже. И в 60-е, 70-е годы вообще было легко желание найти универсальную структуру во всех сагах. Во всей ли саге, или части, или в эпизодах в какой-то момент это стремление к универсализму вообще было отвернуто самими авторами этих концепций. И саговеды стали больше смотреть на конкретные саги, посмотреть на структуру одной саги, или на повторяющиеся структуры какой-то теми в сагах. Ну, например, в 70-е, 80-е, значит, смотреть на структуру отдельных сцен и так далее. Однако, как мне кажется, все это не отменирует наличие повторяющихся структур во многих сагах. И каким-то образом посмотреть на них все-таки на все вместе кажется необходимым. И в этом докладе я попробую поделиться своими мыслями на этот счет. Пробую показать то, на что я смотрела. Я хотела посмотреть на то, как именно повторяется структура из набора мотивов, один-а, один-б, один-ц, 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 один-д и повторение с темы этого набора. А затем посмотреть на то, в каких именно условиях этот повтор происходит. И про эти условия и про типы я расскажу потом. Как мне кажется, таким образом возможно расклассифицировать саги по типу композиции. Ну вот я была бы рада как раз обсудить эту идею с вами. И я предложу свою интерпретацию этого материала. Итак, поговорю о этой неуклюжести, о которой я заявила. Повторяющиеся структуры часто встречаются в сагах, за которыми закрепилось это слабо неуклюже в саговической традиции. Потому что там как минимум часть повествования выглядят громоздкой, развозненной и даже непоследовательной. И рассмотрю одну сагу, которую как раз в саговической традиции считали неуклюже, а именно в саге Бьерне. И прошу прощения у коллег, которые уже слышали несколько вопросов об этом. Однако не необходимо в этом сейчас рассказать. Значит, в саге Бьерне в первой норвежской части все предельно мотивировано. И все предельно последовательно. Святовство Бьерне предшествует указание на его взаимное любовное учение. Поездки в Норвегию в Бьерне указание. Вы здесь видите на то, что Бьерне были интересны норвежцы, которые становились своего приемного отца. И мы знаем даже, почему они становились у Скули. И это тоже довольно интересно, потому что таких примеров мотивированности в этой первой части очень много. Расскажу еще один пример, который прямо очень вычурный. Мы знаем, например, почему торт, главный противник Бьерне, появляется в Норвегии оба раза. И рассказчик заботливо указывает на его желание получить наследство от родственника Бьерне. Только получается, что родственник у него умер дважды. И это указано в красном. Важно даже не только то, что это явно технический повторок составить официально. Он случайно это делает или может быть это его ошибка. Важно то, что для него совершенно невозможно отправить торта в Норвегию просто так. Ему важно все промотивировать и дать это потому, что почему торт куда-то едет. Однако, то есть если в первой части промотивированы практически все действия, или через потому что, или просто логика этого издавания, во второй части появляется полная разрозненность. Вот несколько сцен из жизни торта и Бьерне во время зимовки у торта. Вот как Бьерн видит, как торт идет по щечину подня. Или, например, торту не нравится, как Бьерне кормит свою собаку. Или вот подня предлагает свою дочь Бьерне. Все эти эпизоды никак друг с другом вообще не связаны. Они просто следуют друг за другом. Отсюда появляется множество вопросов. Почему торт вообще приглашает Бьерну к себе домой? Почему торт не пускает Бьерну в постель? Почему водня предлагает Бьерну свою дочь? И так далее. Далее, сцены продолжают следовать друг за другом в особенную. То есть они не связаны между собой и вероятность связаны. Однако они приобретают параллелизм. Тот покусает тюлень, Бьерн сочиняет вису. Потом Бьерн прикасает его камеру к новорожденному деленку и об этом висе и так далее. Затем начинаются столкновения. Они растают. И в какой-то момент все приводит к смерти Бьерна. Но тут уже в этой части появляются мотивы, которые связаны эти кусочки между собой. Например, они вводятся через повторяющиеся слова. Например, через упоминание закона О'Хелли. В целом, эта вторая часть как будто резко меняет стратегию организации пористалла. Если в первой части рассказ строится по законам близким аристотельской вероятности и необходимости, то во второй части, и из-за этого первая часть кажется нам последовательной, и поэтому критики очень часто используют слова «тайд», естественно, что очень четко связано между собой часть, то вторая часть становится эпизодической, и многие элементы их не забыть у нас, потому что они связаны иначе, именно с такими мотивами или параллелизмами. С одной стороны, организация этой части, да, здесь все расположено от легкого к тяжелому, как это написано в рисунке. С другой стороны, я бы там уже делала доклад, здесь появляются повторы с последовательностью мотивов. Вот здесь я их указала. Кратко расскажу, в чем там дело. Герои проходят по тем же ключевым точкам. Они снова встречаются после предшествующего конфликта, вместе зимуют, снова попадают в конфликт, производят насилие друг над другом, затем торт ищет себе влиятельного союзника, бьет тем или иным способом этого союзника, и затем этот союзник совершает попытку мировой. После этого происходят какие-то важные события, которые возвеличивают ее на, но он либо получает подарок от святого, либо он героически умирает, и затем появляются однию и торт. И это повторяется в двух частях. Эта композиция, когда одна часть мотива повторяет любую, встречается в садах не раз. Например, самые известные сады они тоже устроены похожим образом. Таким, ничего необычного в этом нет. Однако, если мы начинаем смотреть на повторяющуюся структуру других самых, то мы начинаем замечать что-то довольно необычное. Например, в саде об Эгелях, которую тоже исследователи не раз называли неуклюжим. Там появляется довольно много деталей и эпизодов, которые кажутся странными и лишними. И вот из такой композиции вторую часть, которая уже после смерти Торниева, как раз тоже называли хаотичной эстрадой. И даже некоторые исследователи считали, что она была написана другим человеком. Ну, например, как такие лишние эпизоды, например, в 23-й главе появляется Кетти в лосось, которая вообще никаким образом не повлияет на действование. Появляется один раз, и все. Однако эти ненужные эпизоды складываются в систему. Так, на протяжении главы 2390, то есть от событий смерти Торниева и до конца Санья появляются несколько кетелей. Кетель Х из этих эпизодов. Переселение кетелей лосося, появление кетеля Сони, появление кетеля Хёда и переселение кетеля Бума. Ни один из кетелей вообще не играет никакой роли практически в праве существовании. Однако после каждого кетеля следует вот такая последовательность из мотивов. То есть после кетеля происходит некая криминация насилия, затем сын правителя или родственник правителя оказывается в опасности, потом кто-то женится, и потом обязательно убивают рабов или слуг. И это совершенно никак не объясняется. Это, отметила не я, это очень фоксивно разрабатывалось в Яне Эйнерсеном и Торни Тулиниусе, поэтому я не буду останавливаться подробнее здесь. Однако это кажется очень важным, потому что история Эйгеля с Калагримсена, которая рассказывается именно во второй части Санги, она развивается вместе с этими элементами. Итак, Эйгель появляется, например, Эйгель появляется после появления кетеля лосося, а потом полностью исчезает до появления кетеля сой. И получается, что как будто история Эйгеля, она развивается выступательными движениями, спиралью, которая основана не столько на событиях его собственной жизни, сколько на внешних событиях. Вот такая структура. Важно то, что я хотела здесь показать, что снова у нас есть разрозненная и последовательная части, и вот эта разрозненная часть организована по каким-то структурам, которые повторяются. И это вторая часть. Однако бывает так, что когда только первая часть организована такими структурами, таким примером будет Санга Алютик со Светлого озера, Йосипов. Здесь речь идет о жизни Гудманда Великого, Большого Исландского фонда. Санга выстроена по принципу поколений. Так же, как и Санга Абамилия. Однако, на этот раз по паттерну описывается жизнь Самуфу Гудманда в первой части. Здесь интересно то, что эта первая часть состоит из нескольких прядей, как называют все заповедители. Они тоже никак друг с другом не связаны практически, кроме как вот этой истории Самуфу Гудмана. Но каждый раз вводится как будто это новый персонаж. И каждый из этих маленьких прядей повторяется один и тот же паттерн. Сначала появляются какие-то женщины, из-за них конфликт. Потом кому-то дарят подарки. Обычно таким образом ищут союзник на себя. Затем следует убийство. И потом какое-то разрешение. И этот паттерн можно еще вот так показать. Вот первая часть организована такими, что не видно, четыре таких пряди, в которых реализуется один и тот же паттерн. И потом во второй части он не появится. Он будет только здесь. Да. Снова важно показать, что есть две части, одна из которых, вторая часть довольно последовательная, она просто ведет к концу. Одна из этих не вызывает никаких проблем, а вторая основана на каких-то разрозненных элементах, которые организовываются по одному паттеру. Вообще из моего доклада пока может создаться впечатление, что только разрозненные саги могут таким образом такую штуку в себе иметь. Однако это не совсем так. Представляется, что в некоторых сагах этот метод является скорее нарративным приемом. Не приведу пока только два примера из того, что я успела это сделать. Во-первых, покажу совсем не неукружую сагу, а именно сагу в предыдущем саге. В ней завязывается конфликт из-за того, что Кетель Соня забирает силы и сено у куриного Торя. Торя трижды бросит влиятель на Бонду поместье и в итоге хитростью получает поддержку, и Кетеля Соню сжигает. После этого сын Кетеля Соня Херстейн хочет мстить куриному Торю. И он идет и ищет трех Бонду в себе в поддержку. Уже из этого креста видно, как я здесь показала, появляется такая пролейная структура, три поездки к Бондам – сожжение, три поездки к Бондам – месть. Какая-то параллельная ситуация. Этот параллелизм становится еще более ярким, когда мы замечаем, что при общении с Бондами Торя и Херстейн используют практически одинаковые заморозные конструкции по формуле «нет» плюс «нет», «местоимение», которое обладает себе в действиях, «теперь», «нулиго», «часть облачения новости», «облачения новости». То есть формула «нечего нового рассказать, кроме как о…» «нечего нового рассказать, кроме как о сожжении». Особенно важно здесь… И это появляется ровно вот… То есть сначала две таких формулы, потом сожжение, потом две таких формулы, и потом уже есть. Особенно важно то, что рассказчик нацелен обязательно соблюсти эту зеркальную структуру, потому что во второй части он готов идти даже на неточности. Вот эти две формулы, которые говорили сначала о Торке, а потом о Лунне, они появляются в контексте такого шантажа. Герои пытаются заполучить как можно больше союзников, поэтому они сначала пытаются выдать замуж за Херстейна дочь Грунера Торре. Сначала они её выдают, а потом оказывается, что это делается только ради того, чтобы получить человека в союзнику. И таким образом они выдают её замуж дважды. Что в сагу из традиций, в общем-то, и зафиксирован. Вполне возможно, это является необходимой выдумками для сохранения именно параллельной структуры. Важно, что таким образом обрамлена именно пульминация выставания, потому что сожжение кетля Сони станет из-за него, которое много чего произойдёт. Вот, то есть эта параллельная структура, она как бы обрамляет. Затем схожим образом устроен кульминационные моменты в Сане Агисле, ужасно известные своей сложной, и множущейся структурой. И здесь параллельные последовательности тоже находятся рядом с пульминационными моментами. Я здесь выписала основные элементы рассказа о двух убийствах. Ну, то есть сага Агисле, она, в общем-то, построена в основном вокруг убийств двух людей, Вестейна и Тролина. Совершенно не хочу пересказывать всё сагу, однако здесь всё-таки важно указать на эту последовательность. Значит, после того, как Торкиль узнаёт о том, что его жене Азве отправится в Вестейн, происходит следующее событие. Торкиль переезжает от Агисле к Топлиму. А Агисле готовит пир, потом описывается подробное описание пути Вестейна, затем описывает шпионаж служанки Рандей, затем Вестейна убивает. После этого Агисле посылает девочку «будрят шпионить», потом следуют похороны, затем следуют игры. И то же самое повторяется и так далее. То есть снова начинаются пиры, снова путь, снова Торкиль убивает, снова кого-то убивают и так далее. И эту конструкцию можно было бы описать ну, вот такой вот структурой, да? Переезд, пир, путь, убийство, шпионаж, похоронные игры, переезд. То есть переезд Торкиля таким образом обрамляет дважды повторяющуюся последовательность. В этой последовательности главными, основными узлами становятся убийства, из-за которых, после второго убийства начинается, как только Бёрк узнает о том, что это Агисле убил Торбрима, все начинает развиваться к тому, чтобы Агисле умер своей трагической эпической смертью. Попробую сделать на основании этого свои промежуточные иконы. Мне кажется, из новой доклада очевидно, что в сагах используется повтор композиционных структур. Я посмотрела несколько примеров, когда такой повтор появляется в саге с разрозненным материалом, и предположила, что повтор структуры позволяет такой материал разрозненно организовать. То есть, здесь, в таких сагах, как сага Абегеле, сага Абьорне, или сага Алютих со светлого озера, это структуры становятся организующим элементом. В свою очередь, в саге Агисле, и в саге Абьорне, скорее мы имеем дело с повтором структуры как с приемом. То есть, способом выделить хульминационный момент. Повторить два раза, чтобы эти моменты убийства как-то прямо лезлили. Важно, что дальше в саге ничего такого не будет. И, на мой взгляд, возможно, два продолжения этого исследования. Во-первых, возможно, можно больше саг. Я уже не начала, но хотя бы не больше. Попробовать отклассифицировать саги, потому что они уже сейчас группируются и посмотреть больше по принципу повторяющихся использования этих повторяющихся наборов мотивов. Они появляются в условиях разрозненности или нет, как именно они повторяются и так далее. А, кроме того, интересно посмотреть, почему так получается, что в каких-то сагах они, где разрозненные, одним из способов появляются, а где с формативным приемом. То есть, моя идея пока была в том, что один из вариантов он именно принадлежит такому письменному модуству. Когда у тебя уже очень много разной информации, и ты, примерно, как историк, например, летописцы когда они для первой части использовали лет, расставляют даты задним числом. То есть, для них время становится этой самой сеткой, на которую удается накладывать дальнейший материал из хронографов, или еще чего-то еще. А как раз сага Гисли и сага Куринова теория скорее дают нам более цельный мотив, в котором это не совсем так. Вот. Но я была бы очень рада обсуждению, потому что пока я еще в процессе разработки. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Много материала, который был разложен на второй части, и мы все-таки как-то иначе. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И, например, и там, и там они зимуют. И во время зимовки происходит какой-то набор нарративных элементов. Во время зимовки как раз тут повторяются вещи. Но сами вот эти большие действия, как, например, в сами объеме, когда ровно идут пять мотивов, пять основных действий, которые повторяются. Такого я там была нет. Но я бы хотела, конечно, ее разложить. Пока я думала заняться только родовыми сами. Потому что они как раз представляют... Ну, они... Так как у нас нет как раз датированных этих саг, то получается, что таковой... Каким-то образом их ассифицировать можно только основываясь на внутренних каких-то элементах кульсования. И мне казалось, что как раз это может быть одним из ключей то, как они организовывают. Может быть, они не исключают их распределение во времени, может быть, или еще. Такая одна идея. Спасибо. Пожалуйста. А вы пытаетесь подграничить, в каких случаях в композиции определяются интенции экономического армата саги, а в каких случаях она может быть, как в связи с повторяемостью событий в самой жизни? Дело в том, что ведь некоторое время господствовало, да, такое обсуждение, что как бы в саге вход распределение определяет самый распределение тем, что происходило в самом действительности. То есть не для вас эта проблема как-то оставала? Да-да-да. Ну, эта проблема в первую очередь оставала как раз вот перед исследователями, которые предлагали вот такую сагу, подход к саге, да, что другой саге будет вот вот вход распределение, он будет ее определять. То, что я как раз хотела здесь показать, то, что каждый из этих саг показывает нам совершенно индивидуальный набор этих самых мотивов, которые вкладываются в структуры. То есть скорее здесь важно не то, что одна и даже структура везде повторяется, а то, что вообще есть сам принцип-принцип повторения, да. А вот что именно будет повторяться, это решает конкретный рассказчик. И потому что для кого-то, вот как для, ну не знаю, рассказчика саги Агисли очень важно дать, ну, ответ, что там, был некий шпионаж, кто-то услышал что-то, что происходит в другом доме, а потом вернулся. Или там для рассказчика саги Абьон не важно, что Абьон обязательно заполучил союзник Дорда. И это важно, потому что они находятся в конфликте между собой. То есть рассказчики сами решают, какой элемент будет, ну, какая последовательность элемента для них важна. Вот. И если, мне кажется, это как раз отличается от того, чтобы, ну, о чем писали структуралисты, ну, вот, Ангерсон, Байер, Харисов. То есть там последовательность в том, где проходит некоторые... Да, да, да. То есть, видимо... Да, да, да. И это, кстати, об этом как раз вы пишете Калиния Васильевна Мазырина вот в работе по... там же тоже, кажется, она написала о том, что повторяющийся мотив выбирается именно потому что это было важно для акта. Так что это, как раз, кажется, любопытно было. Спасибо. Так еще, пожалуйста. Спасибо. Очень спасибо. Аплодисменты. Аплодисменты. Продолжение следует...